Блин, опять у нас новенькие. Да ладно тебе, а чё такого? Ага, ты посмотри на эту швабру, у неё юбка, короче, моих трусов. Она сейчас всех пацанов к себе приманит, и где мы с тобой парня найдём? А чё у нас так мало? Так Огурцова, Петрушкина и Свекольникова отчислили. Серьёзно? Вот они овощи. Да ладно, ты ж всё равно с ними не общалась. Да дело не в этом. Нас теперь на экзаменах будет меньше по количеству, а их всегда на первую парту сажали. А теперь будут на первую парту сажать нас. И как мы списывать будем? Всем привет, меня зовут Света Солар, и это видео будет про 1 сентября в школе против универа. А ещё это видео-коллапс Настей Рыжик, у неё офигенные скетчи, обязательно прочекайте, ссылка на канал в описании. И давайте начнём. Я вам голову оторву, если вы не придёте на линейку. Будете потом писать объяснительную на имя директора, а после вызовем ваших родителей, посмотрим, как вы запоёте. Так что-ка попробуйте мне. Я вам голову оторву, если вы вместо моей пары пойдёте на линейку. Она только для первого курса. Открываем тетради и пишем лекцию. Имейте в виду, что учебников на всех не хватит, так что торопитесь. Кому не достанется, придётся покупать. Пусти! Да отойди, я первая была. Да хватит толкаться! Ну хоть какие-нибудь учебники возьмите, ну хоть парочку. Ты будешь брать учебники? Зачем? У меня с первого курса до сих пор лежат. Привет! Слушай, а чё ты завтра будешь дарить Халере Степановне? Привет! Мне мама розы купила. Блин, а у меня ромашки. Как думаешь, нормально? А что не так? Ну мне кажется, мало как-то. Может, ещё коробку конфет купить? А то вдруг ей не понравится, потом оценки ещё будет занижать. Слушай, а как зовут нашу завкафедрой? Понятия не имею. А зачем он себе? Он? У нас мужик? Ну слушай, по-моему, да. Он, знаешь, низенький такой, у него ещё прозвище Гоблин. А, этот? Это он завкафедрой? Ну, вроде как да. Капец. А как наша кафедра полностью расшифровывается? Привет! Я так соскучилась! Я тоже, я только вчера приехала. Садимся вместе на заднюю, как обычно? Ну, конечно. Наконец-то эта пара закончилась. Прикинь, я все полтора часа слушала бредня одногруппницы. Это такой дурдом. Просто я уже готова была застрелиться. Она ещё мне хотела это всё дорассказывать на перемене. Слава богу, эта грёбаная пара закончилась. Я даже не помню, как её зовут. Здравствуйте! Меня зовут Евдокия Акакиевна. Я ваш новый преподаватель по русскому языку. Вы все такие красивые, нарядные, загорелые. Надеюсь, что с вами сработаемся. Здрасте! Я Евдокия Акакиевна. И ваш преподаватель на этот семестр. Очень надеюсь, что только на этот. И что после этого мы с вами никогда не увидимся. Так что открываем конспекты, пишем. Блин, опять тут очередь. Как же это задолбало. Скрип уже универ. Там хоть из здания можно выйти и спокойно где-то поесть. Говки и вси. Ой, мне что-то лень туда идти. Пошли в столовку. Ну ладно, пошли. Так как сегодня первый учебный день, то у вас будет только три урока. Три? Раньше же вообще не было. Видела расписание? Пять пар и окно. Охрененно. Да, жесть вообще. Это до семи вечера в универе. Я помню, когда я училась в школе, у нас просто все дрались за эти учебники, потому что постоянно чего-то не хватало. Кстати, я не помню, вот у меня, по-моему, мне буквально несколько раз не хватало, потому что я была прям такой боевой девчонкой. Я всегда хватала все эти гребаные учебники, ну то, что в школе я училась хорошо. Я девять классов закончила, в принципе, у меня были все пятерки, и у меня ни разу в четверти тройки даже не было. Поэтому я училась более чем прилично в школе. Вот это просто правда жизни. Мне кажется, в каждом классе есть ребята, которые, ну, типа, пытаются подлезать учителю, постоянно дарят ему какие-то подарки, причем даже больше, чем остальные, там, и даже на какие-то, может быть, незначительные праздники. В универе у нас, как бы, есть завкафедры, и про него просто ходят слухи. Я его видела, мне кажется, он может раз или два. Как бы он существует, про него ходят, я не знаю, легенды, потому что его никто никогда не видит особо. Мы его, в принципе, не видим, и все его дела, которые должен, по сути, делать он, решает другой чувак. И мне кажется, я только в курсе на втором или третьем узнала, кто реально наш завкафедрый, я потому что все это время думала, что это вот этот мужик наш завкафедрый, но нет, это норма в универах. Завкафедрый, это, наверное, что-то типа заучен, то есть в школе вы же, наверное, знаете своего заучен, в всяком случае, я точно знала своего, нашего зауча основного там, а здесь нет. Когда училась в школе, у меня была своя компания, девчонок, с которыми я хорошо дружила, общалась, и, в принципе, вот сейчас уже прошло три года после окончания школы, я почти со всеми из них общаюсь, то есть, получается, у нас была компашка, и с пяти девочек мы общались, наверное, с третьего класса, то есть мы там дни рождения всегда все вместе праздновали, там в школьный лагерь все вместе жили, когда ездили туда, и вот прошло три года с окончания школы, с одной девочкой я прям хорошо общаюсь, Катя, вы ее знаете, я часто с ней нахожу на какие-то мероприятия, то есть мы прям там каждый день общаемся, кидаем друг другу мемасы, ну, то есть она реально близкий человек, то есть, получается, мы дружим уже в школе, там, ну, лет 9, наверное, и еще три года после, то есть очень уже много, потом вторая девочка, она сейчас уехала в Китай, как бы, когда она уезжает, мы как-то особо не переписываемся, но когда она здесь, то все равно чувствуется вот этот такой дружеский вайб, то есть мы ведь всегда на одной волне, и тоже чувствуется, ну, что близкий человек, с третьей девочкой мы тоже поддерживаем связь, то есть мы где-то общаемся, там, ну, пару раз в месяц переписываемся, там, не часто, конечно, видимся, но все равно на связи, и вот с четвертой как-то все из нас перестали общаться, не знаю, так просто получилось, никто с ней не ругался, никакого конфликта не было, ну, просто так вот как-то вышло, что она отдалилась, отделилась от компании, вот, но, получается, вот с тремя из четырех человек, с которыми я прям дружила-дружила, я до сих пор общаюсь и дружу. Преподы, это отдельная тема, а когда я училась в школе, я уже говорила, то, что я училась довольно хорошо, и у меня, как бы, ну, тоже были любимые учителя, и, в принципе, я думаю, что я им симпатизировала, они симпатизировали относительно мне. И вот этим летом была ситуация, у меня была любимая учительница, и, то есть, ну, реально, с ней даже какие-то шуточки были, вот, среди нашей этой компании девчонок, и там еще пару пацанов, то есть, мы там постоянно на переменах прятали друг друга рюкзаки, она на нас ругалась, но все равно как-то мы, ну, она не злой, короче, была, и, в принципе, мы все ее любили, вот, и этим летом мы с одноклассницей как раз пошли забирать свои документы из автошколы, потому что у нас в школе можно было отучиться на права, что мы и сделали в 11 классе бесплатно, вот, но для того, чтобы их забрать, нам чувак, который этим всем заведовал, сказал, что вам нужно сдать тест на теорию, а так как сдавать на права сразу после этого я не собиралась, потому что я еще не чувствовала себя уверенно за рулем, и я была уверена, что я не смогу сдать, то я подумала, как бы, зачем сейчас учить теорию, когда мне ее все равно потом придется учить, и я половину забуду, и вот мне как раз подруга школьная пишет, типа, то, что она хочет права, а одной ей идти стремно, и я думаю, блин, ну, пойду за компанией, потому что, в принципе, получить саму вот эту корочку, то, что я закончила автошколу, не мешало бы, и мы, короче, пришли, ну, там, взяли эти бумаги, и решили навестить как раз-таки вот эту учительницу. Пошли к ней, и случайно с ней столкнулись в коридоре, она там зашла за какой-то женщиной, и мы такие, о, здравствуйте, ну, то есть было приятно ее как-то видеть, то, что, ну, лично у меня она была любимой учительницей, и, ну, в конце концов, реально мы как-то выросли на ее глазах, то, что ее предмета было очень много, и она такая, о, девочки, здравствуйте, как у вас дела, ну, мы такие, хорошо, а у вас, она такая, тоже хорошо, и дальше она такая, о, извините, я там тороплюсь, мне надо идти, ну, давайте. И, честно говоря, это было вообще такое себе. Ребята, я знаю, что вы ждете итоги конкурса, когда я разыгрывала к концу... Блин, я извиняюсь, у меня просто очень сильно болит горло, и мне некоторые буквы просто элементарно сложно выговаривать. Пытаюсь вам показать экран, вот экран моего ноута, я выбрала программу, и не программу, точнее, сайт, который, типа, должен выбрать комментарии рандомные. И, собственно, вот эта вот девочка с никнеймом Ника Найс должна выиграть в этом конкурсе, точнее, она выиграла, я тебя поздравляю, Ника, если ты это смотришь, а вот вопрос только в том, как мне с ней связаться. Я сейчас вам поближе покажу, вот, смотрите, что усе честно. Вот этот комментарий. Здесь еще вот куча, видите, других комментариев. Вот ссылка на видос, вот я вам прокручу. Блин, тут уже не показывать, но, в общем, это именно это видео. Тут было окошко, сейчас оно исчезло. И сейчас мне ее надо найти на Ютубе. Просто вообще непонятно, что у нее за обложка. Вот видите, вот тут вот что-то такое. Но там в серединке вот такое... Блин, вот это, по-моему. Слушайте, да. Теперь я очень надеюсь, что... О, у нее даже видосы какие-то есть. О, у нее есть Инстаграм. Это же она, да? Да, это она. Тут у нее волосы уже темные. Все, она на меня подписана, да. Самое главное, что она на меня подписана в Инстаграме, потому что если бы она сейчас на меня не была подписана, это была бы лажей. Давайте я запишу. Привет, я вот только сейчас выбирала победителя, и тебя выбрала программа. О, она первый раз выиграла, ребята. Она из Киева, блин. К сожалению, не из Москвы, поэтому мы лично не встретимся, но, тем не менее, тебе придет подарочек. Вот видите, те, кто говорит то, что вот, я никогда не выигрывала. Девочка тоже никогда не выигрывала, поучаствовала в моем конкурсе и выиграла. Теперь получат от меня канцелярию. Естественно, я ей напишу какую-нибудь там милую записочку. Поэтому обязательно участвуйте. В этом видео не было конкурса, но оно будет в следующем. Вот. Все, что вам нужно, я напоминаю, это быть подписанным на мой YouTube-канал и на мой Инстаграм. И на своем YouTube-канале обязательно укажите хоть какую-нибудь ссылку, чтобы я смогла с вами связаться. В разделе находится «О канале». Укажите Instagram, контакт, почту на крайняк. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте им пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал и на мой Инстаграм. Увидимся совсем скоро и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok